Вселенная и галактики Вселенная — это огромное пространство, заполненное планетами, звездами, галактиками, черными дырами, туманностями и прочим. Наша планета Земля — это всего лишь песчинка, малая часть в бесконечных просторах Вселенной. Вселенная постоянно расширяется и увеличивается. Она как воздушный шар, на который нанесены точки. Шар надувают, и чем больше становится объем шара, тем дальше удаляются друг от друга точки на его поверхности. Сегодня ученые считают, что возраст Вселенной 15 миллиардов лет. Но как же она образовалась? Самая распространенная теория такова. Тогда, миллиарды лет назад, все, что мы видим вокруг, и воздух, которым мы дышим, и звезды, и живые организмы, и неодушевленные скалы, было сосредоточено в невообразимом малом сгустке. Этот сгусток можно представить себе в виде яйца, наполненного невероятно горячим веществом и энергией. Внезапно этот сгусток начал быстро расширяться и произошел невероятные силы взрыва, который называют Большим Взрывом. Он сопровождался выделением огромного количества энергии. Через несколько секунд отдельные сгустки энергии превратились в мельчайшие частицы, из которых образовались атомы. Среди астрономов, как и среди прочих людей, много шутников. Когда Жорж Лемерт опубликовал свою теорию возникновения Вселенной, его коллеги сочли идею о сверхплотном сгустке с удачным поводом для насмешек, обозвав ее «Биг Бэнг», что можно перевести как «Большой Бабах». Масштабы наблюдаемой Вселенной огромны. Наша планета Земля – это маленькая частичка Солнечной системы. Солнечная система – небольшая часть другой большой системы – галактики. Галактика, в свою очередь, – малая часть более крупной системы. Спустя миллионы лет после Большого Взрыва из облаков газа начали формироваться первые галактики. Галактики – это скопление звезд с планетами. Их во Вселенной – миллионы. Галактики бывают большие и маленькие, а их количество бесконечно. То есть во Вселенной огромное количество планет, где также, возможно, есть жизнь. Но пока Земля нам не удалось в этом убедиться. Галактика, в которой находится наша планета, называется «Млечный путь». Она вмещает в себе огромное количество звезд – приблизительно 100 миллиардов. Млечный путь мы можем увидеть в ночном небе в виде светлой туманной полосы, будто кто-то разлил молоко из пакета. Звезды в галактиках не стоят на месте. Они все время перемещаются, а также умирают, то есть взрываются, и рождаются новые. И те звезды, которые мы видим на небе, на самом деле, возможно, уже и не существуют. Они погасли, а до нас доходит лишь их свет. Солнце – это тоже звезда. Продолжительность жизни такой звезды, как Солнце, примерно 10-15 миллиардов лет. И оно тоже погаснет. Солнце и планеты Солнечной системы образовались из вращающегося газопылевого облака около 4,6 миллиардов лет назад. Солнечная система – планетная система, где все космические объекты вращаются вокруг Солнца. Планеты имеют шарообразную форму. Они не светятся самостоятельно, а лишь отражают свет от звезды. Планеты вращаются вокруг собственной оси и вокруг Солнца. В состав Солнечной системы входят Солнце, планеты, Меркурий – самая маленькая, самая приближенная к Солнцу планета с большими перепадами температуры – от минус 170 ночью до 427 градусов днем. Венера – единственная планета, на которой сутки длиннее года. Это самая горячая планета Солнечной системы со средней температурой 480 градусов. Земля – наша планета, на которой мы живем. Марс – красная планета, наиболее изученная после Земли. Данные космических аппаратов говорят о том, что в далеком прошлом по поверхности Марса текли потоки воды, там существовали озера и моря, и, возможно, жизнь. Юпитер – самая крупная планета Солнечной системы и имеет около 70 спутников. Его можно увидеть в телескоп. Сатурн знаменит своими кольцами, которые образованы из каменистых и ледяных обломков. Уран – самая холодная планета с температурой минус 224 градуса. А Нептун – самая дальняя от Солнца планета. Здесь бушуют сильнейшие ветра, достигающие 2100 км в час. Для сравнения, максимальная скорость самолета – 900 км в час. Плутон раньше тоже считали планетой, но затем сочли ее очень маленькой для того, чтобы называть ее планетой. О планетах и Вселенной можно говорить очень долго. Мы продолжим их изучение, но уже в следующих видео. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok